Рождённые энергии – один из крупнейших проектов «Паурус Гидро» в области здравоохранения и он направлен на оснащение перинатальных центров и родильных отделений больниц. Какое оборудование поступило в родильное отделение «Станицу Зеленчугской» в рамках этого проекта в репортаже Аллы Динаевой. Будний день родильного отделения Зеленчугской ЦРБ начинается с пяти минутки заведующей. Сколько поступило беременных? Беременных четверо поступили сегодня, всего 10 человек в отделении. После разбора каждодневной текучки медицинский персонал приступает к своим обязанностям, ведь в их внимании и помощи нуждаются мамы и новорождённые. Этот малыш появился на свет накануне приезда нашей съёмочной группы. С помощью нового оборудования неонатолог Амината-Джиева проверила крохи слух. Тихо, тихо, тихо. Здорово, что есть такие приборы, которые сразу показывают здоровье малыша, что с ним всё хорошо, всё в порядке. Мама спокойна. Современное оборудование для проверки слуха новорождённых родильному отделению Зеленчугской больницы в рамках проекта «Рождённые энергии» подарила компания «Русгидро». У нас был старенький аппарат, он сломался. Сейчас аппаратура стоит очень дорого, поэтому это значимый подарок. Мы очень рады, довольны. Теперь нашим деткам неонатолог проверяет слух, и если есть проблемы, их направляют к сурдологам, чтобы они пораньше начали заниматься здоровьем ребёнка, рассказывает заведующее отделение. Лет пять назад «Русгидро» нам дарил аппарат КТГ. Тоже очень хороший, мы довольны, потому что, да, сейчас ценник такой, что сама больница приобрести это не в силах. Тем более у нас роддом маленький, по сертификатам денег получается тоже мало, а по современной стоимости реально невозможно приобрести это, потому что в основном всё пускаем на медикаменты, чтобы, по большому счёту, наш роддом обеспечен медикаментами, можно сказать, на 99%. Тима Хубеева – выпускница Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени Мечникова. После окончания вуза вернулась на малую родину и 11 лет работает в этом лечебном учреждении. Вместе с заведующей Галиной Солдатовой они ежедневно проводят операции. В неделю у нас варьирует от двух до пяти, иногда и семи операций в неделю, в день одна-две операции у нас. Сейчас мы активно начали использовать гистроскопию, она у нас зависла некоторое время, они работали. Делаем практически все операции, которые возможны. С начала 2023 года в Зеленчукской больнице на свет появилось 318 детей. Сердечка, видишь, стучит хорошо, всё нормально, всё благополучно. Профессионализм кадрового состава занимает ведущее место, но и техническое оснащение родильного отделения не менее важный вопрос. Конечно, мы очень хотели, чтобы сделали ремонт, хотя бы косметический. Самая основная проблема – это у нас напольное покрытие, которое не выдерживает критики. Да, оно уже давным-давно износилось, но в современном мире это очень тяжело произвести. Поэтому из оборудования чисто для работы нам крайне необходим аппарат ИВЛ для новорожденных. Да, у нас его нет, и когда появляются тяжелые детки, приходится рукой производить ИВЛ, пока приедет реанимация из Черкесска и заберут этих деток. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Зеленчукский район.